Добрый вечер, дорогие друзья! Прошла еще одна неделя, мы с вами снова встречаемся. Сегодня у нас с вами в гостях, без преувеличения, мировая знаменитость художник Юрий Горбачев. Юра, привет! Здравствуй, Николай. Здравствуй, сколько лет, сколько зим. Ты не обиделся, что я тебя обозвал мировой знаменитостью? Для меня, я считаю, огромный комплимент общаться с тобой, и даже после 15 лет. Да, ты помнишь, я вообще предполагаю, что ты во многом стал мировой знаменитостью после нашей программы 15 лет назад записаны. Тебя все узнали, и ты стал мировой знаменитостью, поэтому я считаю, что ты должен определенный процент с продажи своих работ, которые стоят уйма денег, ну, не то что мне, а в какой-то благотворительный фонд, телевидение или еще что-то такое. Как ты думаешь? Я на самом деле живу в центре Нью-Йорка, и твоя студия не так далеко, я думаю, что если такое произойдет в ближайшее время, я обещаю тебя навещать, и я люблю безумно твою программу. Спасибо тебе большое. И моя мама смотрит под Питером, и много друзей по всему миру. Спасибо тебе большое. Поэтому в любом случае это для меня комплимент, может быть. Мне очень приятно, а для меня большая радость, что ты пришел. Слушай, знаешь, давай начнем с чего? Вот ты действительно за эти 15 лет, ты 15 лет назад, если говорить уже серьезно, без дурака Валяния, был человек, которого знает огромное число людей. Картины твои были в музеях и в частных коллекциях. Но за эти 15 лет ты сделал вообще сумасшедший рывок. Вперед. Да. Давай знаешь, с чего начнем? Какая соседка лучше? Твоя бывшая Барбара Стрейзанд или нынешняя Мадонна? С кем у тебя лучше соседские отношения? Я думаю, что они обе сыграли роль большую, но больше всего, как ни странно, сыграла роль Хиллари и Мишель Ру такой есть, гений маркетинга Мишель Ру, который создал Абсолют Водку, принес на американский рынок. И я думаю, что если часто упоминалось там Горбачев, моя фамилия ассоциируется. Но Мишель Ру, после того, когда я вывел рекламу, 16 тысяч художников участвовали в создании Водки Столичная, то пакет Крисмас попался мне. И на следующий день, когда в журналах Time, Vogue, Vanity Fire, WGQ, мое имя было, то есть моя картина на обложке, Биби сказала, мой менеджер в Нью-Йорке, она говорит, браво, теперь тебя будут знать все в мире. А готовился я не просто, я очень много эскизов делал. А вот скажи, пожалуйста, для уха нашего человека, когда художник, чьи картины висят в Лувре, в Эрмитаже, в домах у Лундгрена, у Марчелла Мастрояне, у Сильвестра Сталлоне, у Агассии, у Брюс Шиллс, которая, по-моему, с Клинтон Хиллари передралась за одну твою работу. Скажи мне, пожалуйста, не возникает ощущение, ну как ему не стыдно, какая-то водка? А не сколько, потому что, если люди, например, я бываю с выставками в Европе, в России, они, некоторые журналисты спрашивают, как бы рекламировать водку, это не реклама водки, это, во-первых, мой стиль, такой яркий, контрастный, это как скульптура, как человек, который видит коробку, в которой эта водка стоит, она говорит о стиле русском, украинском, очень европейском, как перегорочитая май. Ты знаешь, вот, например, некоторые хотят иметь память обо мне, это уже сразу внимание получать, внимание к яркому, узнаваемому стилю. Ну, просто понимаешь, в чем дело, мне кажется, что восприятие живописи и художника очень разное в России и в Америке, потому что здесь есть опыт Уорхола, да, который, для которого то, что связано с рекламой и вот с такими товарами, это не является какой-то дешевкой, а является как бы жанром произведения искусства и оценивается принципиально иначе. Ну, здесь идет такой момент, это, может быть, один процент привлекает внимание, даже больше, потому что журналы Time, Vogue, One, Antifa, WGQ, национальные американские журналы, они обращают внимание на себя и уходят на второй план. Там даже нет бутылки, там есть, например, жар птицы или четыре элемента, моя последняя, четыре элемента, Юрий Горбачев. Уходит на второй план, водка, приходит сразу четыре элемента, огонь, вода, земля, воздух. И люди помнят, они вспоминают. На самом деле, если бы ты меня спросил, какой стиль у тебя, какой стиль, который так любят люди или так нравится? Я тебе скажу, ты не ответишь, а я отвечу. Ну? Я тебе скажу, какой стиль. Как ты назовешь свой стиль? Я тебе скажу, как назову твой стиль, только ты по старой грузии меня не будешь обижаться. Да. Твой стиль называется высококачественный, высокопрофессиональный, талантливый лубок. Ну, я бы сказал, что, конечно, можно и так сказать, но это позитивизм. Маден, позитивизм. Ну, хорошо, ты можешь назвать позитивизм, ты можешь назвать лубком, от разных терминов суть не меняется. У тебя в палитре об этом все пишут и говорят, вообще нет черной краски. Ты ее не используешь. Почему такие люди, как вот перечисленные, или можно еще многих других называть, мировых знаменитостей, и опять же возвращаться к Эрмитажу, Лувру, гоняются за твоими работами и платят за них бешеные бабки? Извини за неакадемические слова. Потому что ты создаешь своими работами хорошее настроение. Ты, говорю, называешь позитивизм. Да назови как хочешь. Но по большому счету ты даешь продукцию, человек берет ее в руки, вешает ее на стену, он смотрит, улыбается, у него хорошее настроение. Поэтому твоим талантом и этим направлением, этой нишей и объясняется твоя бешеная популярность и востребованность, разве нет? А я думаю, я бы добавил самое основное, ты пропустил самое основное. Для любого художника чаще всего играет роль сюжет или социализм. Мои работы, я думаю, ценности, как и многих других художников, как Пикассо, узнаваемость. Они очень узнаваемые. Поэтому, что бы я ни делал... Узнаваемых, Юра, художников много. А художников, которые создают хорошее настроение, мало. Ну, правда, да. Нет, я не прав? Правда, правда, правда. Ну, вот, что ж ты споришь тогда? Люди, я не спорю, люди... Вот последняя выставка, я только что приехал три дня назад с Вашингтона. И так удивительно, мои коллекционеры, я их безумно люблю. Я считаю, что коллекционеры, галерейщики, которые играют роль позитивную для художника, они подвиг какой-то. Это герои. И помню, моя клиентка, только что неделю назад, она говорит, Юрий, I love your cat, она говорит. Я говорю, потрясающе. Она говорит, ты не можешь нарисовать еще маленького котеночка? Они как бы притягивают работу друг к другу. И получается, что, купив одну работу, они покупают другую. И они собираются, мои коллекционеры, в Вашингтоне. Уже 20 лет юниверсити галереи, 20 лет юбилей. Я хотел в этом году сделать остановку. И я увидел, когда 200 человек стоят и ждут, там с брошюрой, просто ждут, чтобы обняться. Они где-то одинокие. И для них как будто Мадонна или Барбара Страйзен делают в одной комнате концерт. Кстати, насчет Мадонны и Барбары Страйзен ты не ответил, какая соседка лучше. Потому что Страйзен была раньше, а Мадонна теперь. Я думаю, Страйзен мне ближе. Тебе было поинтереснее со Страйзен все-таки. По-соседски. За солью сходите. Барбара Страйзен, она мне в лифте, помню, никогда не забудут, на 60 West. Она говорит, Юрий. А ты говоришь с людьми на улице? Я говорю, конечно, да. И такая, значит, интересная, что потом прошло года два, я уже уставал. Потому что она сидела в лабе часа в два и ждала, когда я появлюсь, чтобы ей нужно было поговорить, где была депрессия. И ей нужно было ее слушать. А потом я уже устал. Я говорю, Барбара, твои билеты очень дорогие. Она говорит, как? Я говорю, я думаю, не может быть, что она не знает. Но она, конечно, гениальная. И я провел дольше. Слушай, а как ты себя чувствуешь, бывший тюремный надзиратель, если ты не забыл, что ты еще работал тюремным надзирателем? Очень недолго. Не важно, был тюремным надзирателем? Это не надзиратель, а я говорил, журнал к новой жизни. Хорошо. Был или нет в тюрьме? Вот это я спрашиваю, бывший тюремщик, как ты себя чувствуешь в этом окружении? Здесь Барбара Страйзанд, здесь Хилари Клиндон, здесь Брюс Шиллз. Вот ты тусуешься опять, извините за эти слова, вот в этом социуме. Ты уже чувствуешь себя там, как рыбу в воде? Или ты время от времени останавливаешься и думаешь, мама дорогая, куда я попал? Куда меня занесло? Что я здесь делаю? Или ты уже привык? Дело в том, что я прошел сам как бы действительно из Угловки, потом Одесса, Одесса сыграла огромную роль. Я думаю, люди все равно наедине, они одиноки остаются. И потом, может быть, играют какую-то маленькую остановку или непонимание, может быть, когда язык ты совершенно знаешь. А вообще люди, я общаюсь, может быть, только первые две-три минуты, но потом часто они меня ждут, и хочется общения со мной. Знаешь, почему я тебя спросил? Потому что я ведь наблюдаю за тобой так же, как ты за мной. И мне интересно всегда, что и как с тобой происходит. И я вижу, что ты, мне интересен был твой ответ, я тебя как бы провоцировал, потому что, ну, вдруг соврет, Йорка. Ты чувствуешь себя, как рыба в воде, ты себя чувствуешь абсолютно своим, ты себя чувствуешь в своей тарелке. Меня это восхищает. Потому что, на самом деле, что такое 20-25 лет? Это и много, и немного, понимаешь? И почувствовать себя абсолютно своим вот в этом уровне общества, надо иметь определенный характер. Да, я помню последнее интервью Ларри Кинг, была Шер, и, значит, в этом здании, Фифтен Плаза, это 8-я, 34-я, висит огромная моя лошадь, не лошадь, не лошадь, а композиция «Бегущие лошади». И я захожу, я опаздывал тогда на телевидение, и смотрю такой список, думаю, кто там впереди меня, и секьюрити, он меня так останавливает. Он говорит, нет, в это время нет твоей фамилии. Потом он такой, я говорю, немножко раньше я опоздал, а потом говорю, вы знаете, это мои лошади. Он говорит, проходи, проходи. И я смотрю, я успел взглянуть, что Шер впереди меня. И мне было удивительно наблюдать, как она себя вела, это было просто поразительно, с линейкой, я просто учился на самом деле. Субтитры делал DimaTorzok Надеюсь, она сейчас смотрит, я ей передаю привет, пожелания здоровья, самые наилучшие пожелания. Мама у меня, вот в искусстве, в творчестве, для каждого художника играет роль, как он развивался, может, до 5-6 лет. И я очень, я думаю, что сыграла огромную роль, когда мама говорила, бабушка тоже играла роль, но мама, она говорила, у тебя такая красивая лошадка, и лепи больше лошадей, и что она так похожа. И я помню, что это было всегда влияние очень ее большое. Но на самом деле, я никогда не забуду последний случай, когда я звоню моей маме, если я не звоню 3 дня, она под Петербургом живет в Боровиче. Почему ты ее не вытащил сюда? А я пробовал два раза, она любит, тогда еще была собака, ей нравится и природа, Боровичи такие, Боры, рядом от Питера, недалеко. Ее стиль жизни, я думаю, что нужно было бы прожить лет 40, чтобы, может быть, убедить ее, на самом деле. Она там родилась, ей нравится, она очень активная, она очень красивая женщина. Я вот только был месяца два назад, я соседям говорю, посмотрите, какая мама у меня красивая, так очки я делал свои. Я говорю, красавица, так обнимаю ее. Такая соседка идет с ее дома на Быче, она говорит, здесь есть еще красивее. И люди суровые русские, знаешь, так интересно, стиль ее. И вот она говорит, я ее слушаю, я думаю, как я на самом деле похож на мою маму, потому что она не слушает. Она говорит и не слушает. Как же ты отрывался от мамы в 90-м году? Еще раз скажу. Как же ты в 91-м году отрывался от мамы? Ну, я уже, я в Одессе очень долго жил, я очень люблю Одессу. Одно дело в Одессе, а другое дело в другом полушарии. Когда я жил в Одессе, моя мама приезжала ко мне. Но потом, пришло время, 91-й год, был убит мой лучший друг. И я помню, даже Раиса Горбачева, она была секретарем фонда культуры, она говорит, Юра, такие времена пришли, моя рекомендация, что, может быть, ты должен поработать где-нибудь за гранией, куда они должны уехать. То есть мама вздохнула с облегчением? Мама вздохнула, она говорила, по телефону мы говорим, иногда даже из Нью-Йорка, я говорю, мама, там осталось, я помню, какие-то 20-40 тысяч рублей, я уже не помню эквивалент. Она говорит, не говори громко, не говори по телефону. Так, знаешь, все время у меня, я чувствовал Грай. И потом, в 96-м году, Барри Ландау, мой паблик Лорейшин, меня пригласил на празднование в Белом доме Клинтон Хиллари, открытие скульптуры Белого дома, был приглашен, как Маргарит Тэтчер, много важных людей для Соединенных Штатов, 28-30 человек. Я буду следить от гостей. Я маме говорю, мама, я завтра увижу Хиллари Клинтона. Она говорит, им повезло, что они тебя увидят. И первый вопрос Хиллари мне говорит, а где миссия маму, ты скучаешь от своей маме? Я говорю, да, она сказала, что вам повезло, что вы ее увидите. Хиллари говорит, твоя мама, она, ты что, наив, что, наив? Я говорю, совсем нет. И это, может быть, сыграло роль, знаешь, такой прямой контакт, я искренне совершенно... Я не знаю, если госпожа... Я говорю, моя мама не наивная. Я думаю, что если госпожа Клинтон услышит или увидит эту программу, в чем я сильно сомневаюсь, пусть она не обижается. А может быть и увидит. Но я абсолютно согласен с твоей мамой, что это ей повезло, что она тебя увидела, а тебе не очень... Ну вот, я не знаю, я к тебе отношусь намного лучше, чем к Хиллари Клинтону. Спасибо. Несмотря на то, что она к тебе так хорошо относится. Послушай, Юра, значит, ты уехал. Да. И что, сразу все вот так вот... Нет. Я уехал с тремя детьми, у меня еще два друга были. Это как сначала, знаешь, переезд, ну, это как переезд в квартиру, иногда пожары, это очень серьезно, на самом деле. Но у меня была уверенность, потому что так, это время, 91-й год, три сына. Я знаю, что будет, придут какие-то времена, было ощущение. Для художника работы не было, совершенно точно. То есть я не то, что убегал от культуры русской или украинской, это был Советский Союз, но я понимал, какая-то черная туча надо мной. И мне хотелось, я занимался керамикой. Я устал уже делать керамику, ее любили. Меня знали, да, я дружил с Пугачевой, очень много тогда русских, советских тогда звезд. Они приходили в мой тут полуподвал большой, на базарной. Пугачева, вся эта, вся эта русовка, я помню это, да, как ты рассказывал. Гениальным, самые, все советские тогда звезды. И даже, я помню, да, об Компартии мне говорил, Юрий, ты должен прочитать что-нибудь о Хамингуее, потому что к тебе американцы придут в гости. То есть это было как филиал Дома актеров. Но я понимал, что керамика бьется, она маленькая. И все равно мои идеи, мысли, я хотел, вот это вот, с чего мы начали передачи, что make people happy, то есть мои работы позитивные. Я хотел, чтобы их видели на каких-то огромных стенах, чтобы они были разного размера, чтобы можно переезжать с одной культуры в другую. Вот дайте, вот дайте, вот дайте задам вопрос. Это моя идея была. Вот дайте задам вопрос. Сознательная. Скажи мне, пожалуйста, это только по-честному. Это идея творчески выстраданная? Или это идея умного, талантливого художника Горбачева, что именно надо сервировать к столу, чтобы за это платили сотни тысяч долларов? Ну вот, Юр, мне отвечай, секунду, подумай. Вот скажи мне, был такой момент. Ты сел и подумал, ребята, чего вы будете покупать? Я ведь прекрасно понимаю, человек с женой, с тремя детьми, в черной дыре, без языка, в неизвестной стране, неизвестно, что делать. Мысли, в них ничего плохого нет. Меня только интересует, были они или нет, и сыграли ли они какую-то серьезную роль? Ну, конечно, сыграли, безумно. Я помню, когда у меня бюджет был что-то 7 тысяч, я принимал с тремя детьми, и у меня был страх от того, что я увидел Америку другой. Знаешь, как американцы, иначе думают русский, русский наоборот. Было ощущение, сначала было ощущение, что американцы все зажиточные, богатые, деньги падают сверху. И я понял, что все иначе, это играло роль. Но моя эмоциональность, и то, что я занимался раньше керамикой, не было краски синий-зеленый, в живописи это было все. Можно было купить краску для лба, для носа. И я понимал, что мне нужно, я это чувствовал, но деньги... То есть ты нащупал эту золотую жилу? Мне не нравится, когда говорят, что деньги не имеют никакого значения, это глупость совершенно. Не, ну это врут. Это одновременно. Это врут. Это не хотят быть искренними. Или это сумасшедшие, или врут. Потому что каждый человек живет, как Галич Пеллова, живем не на облаке. Каждый человек имеет ответственность перед собой, перед своей семьей, перед своими детьми. Ну, конечно... Понятно, что весь вопрос заключается в том, баланс конъюнктурного и творческого подхода. Поскольку, на мой взгляд, у тебя жизнь сложилась счастливо. Тот конъюнктурный... Конъюнктурное направление, которое нащупал ты, оказалось тебе очень близким творчески. Поэтому у тебя везуха, у тебя как бы сошлось это. Ну, я, во всяком случае, никогда... Все, что я делаю, например, кошечка, кот, это настолько искренне, потому что он у меня жил. Я об этом и говорю. У меня это абсолютно... Я, на самом деле, по большому счету, вот когда я делаю группу работ, эволюция или темы, я не очень задумываюсь, я не хочу повторять других художников. Я всех люблю художников. Это Илья Кабаков, там, и социализм, или, например, американский художник Питер Макс, который мне нравится своей производительностью, яркостью. Скажи мне, я... Я другой ниша. Скажи мне, я ошибался, мне всегда казалось, что ты во многом отталкивался от Сарьяна. Это правда. Это абсолютно правда. Я не знаю, может быть, ты или где-то читал, но... Нет, нет, нет. Мой учитель, Валерий Арутиноч Гигамян, ученик, прямой ученик Сарьяна. Я думаю, что я не то, что благодарен, он все делал локально, так построена, рука, нога, нос, если что, аж глаз смотри на ухо, он все так говорил. Ну, так все такие... И у меня это в голове, пропорции. А со своей детальностью, то, что он дал, и моя эмоциональность, детали, яркость от мамы. Мама... Я помню, когда мне было лет... Месяцев, наверное, там, года четыре, я помню этот момент, и надо мной висели коврики, такие охотники на привале. На привале. И они меня как бы страшные, мне казалось, что они меня из ружья пристрелят. И я зрительно все время перевешивал, старался, а потом лебеди плавали на другой стене. Я говорю, мама, и просил ее перевесить эти коврики. Мне хотелось позитива. Мне хотелось тогда, и, может быть, это тоже часть того, что я делаю сегодня. Юр, скажи мне, вот здесь, в Америке, когда провернулось колесо? Когда ты почувствовал, что ты попал, и пошло по нарастающей? Сколько времени понадобилось? Я помню, когда я летел, у меня была выставка в Чикаго, я открываю журнал GQL, и смотрю, тройка. Журнал Life был такой, потом журнал Time. И я впервые подумал, потому что первая выставка была в 91-м году на Мэдисон-Скве, в 92-м весной. И художники, которые были приглашены, зрители, коллекционеры, у меня было чувство такое, было очень много людей. Уже тогда я вышел в двух-трех каналах американских, в связи с тем, что у меня началась реклама «Абсолют водки». И такое ощущение было зависти, может быть, у художников. Потому что художники очень требовательны друг к другу, и они чаще всего друг друга не признают. Я очень люблю художников, они все абсолютно более разъединены, чем любой писатель или журналист, никаких соцгрупп. Есть направление, проекты, мне слово не нравится. И Биби, американка, мой менеджер, она сыграла огромную роль, еще и Любаскина в истории, это может быть позже в свое время будет. И она говорит, тебе повезло. Я говорю, слушай, такая зависть. Она говорит, ты будешь известный в Америке. То есть вот это слово «зависть», она мне восприняла как бы, что это настолько, что это есть своя карта, что ты, что значит, ты интересный можешь быть в этой стране. А у меня наоборот, а по-русски, по-советски, мне так это угнетало. Я думаю, боже, прям такое, прям меня чуть ли полиция под ручники заберет. Знаешь такое сочетание? Слушай, знаешь, что меня еще поражает в твоих работах? Меня поражает то, насколько они позитивно воспринимаются людьми абсолютно разными и непохожими. Чтобы к себе в коллекцию утаскивал твою картину, с одной стороны, Мик Джадер, а с другой стороны, Агаси, Агаси, понимаешь, значит, существует в твоих работах что-то, кроме вот этого позитивного начала, хорошего настроения, о котором мы говорим, которое заставляет покупать твои работы людей, которые не похожи друг к другу ни в чем, ни в профессии, ни в характере, ни в отношении к жизни, ни в отношении к искусству. Абсолютно разные. Послушай меня, где Дольф Лундгрен и где Клинтон? Да, вот, правда, мои коллекционеры, люди, которые приобретают работы, они в разных областях. Я помню последняя выставка с Роллингстон, все знают Роллингстон группу. Я смотрел, я помню мой сын, Ильюша, средний сын, он музыкант, он уже поменял фамилию, он был Илья Горбачев, и какая удивительная, он говорит, Ильиот, Ильиот Рид. Я говорю, зачем? Он говорит, я не хочу привлекать внимание вообще, чтобы от Советского Союза. Я думаю, ну это его право, но знаешь, как-то мне болезненно было. Короче говоря, значит, и на выставке с Роллингстон Мик Джаггер Ронни Вуд очень рисует интересно, особенно Ронни Вуд, у него потрясающая графика, пресс или Эрвис Пресс. Первая моя выставка была в Мирогалерее в Праге, я помню. Он ко мне подходит. Кто? Джаггер? Нет, и Ронни Вуд. Ронни Вуд художник, Джаггер позже. Ронни Вуд первый подходит и говорит, я поздравляю. Смотри, он крутится вокруг одной работы, там кот и такие, значит, флаурс такие, значит. Он говорит, он мне так нравится эта работа. И его, у нас половина на одном этаже моей работы, на другом его. И знаешь, как бы открытие, сначала мое открытие было, потом вместе открытие, его отдельно. Он ко мне подошел на третьем открытии и говорит, я бы хотел поменяться. Я подумал, как мне жалко эту работу, 61 на 61. И он так почувствовал мою мимику, что я немножко ревностно, такая заминка. Он говорит, могли бы поменяться, не сказал, на какую его работу. Я говорю, Ронни, я говорю, знаешь, и он видит, что я, может, откажусь, а тут эфир идет. И он покупает эту работу, представляешь, как удивительно. И для меня это безумный был комплимент, потому что величайший музыкант, Микки Джаггер имеет две работы. И я помню, потом они меня приглашают, они делали для Гиннесса Бук, потому что в Европе они не собирали больше 120 тысяч, нет возможности стадионы. И в Бразилии, в Бразилии, в Рио-де-Жанейро, значит, установлены были огромные 50 метров скрины. И Микки Джаггер так бегает с камерой, а то у него, короче, так прихрамывают. И камеры схватывают океаном, какие-то дельфины плывут. И вдруг у него на груди Юрий Горбачев, рыбы мои. И у меня прямо, знаешь, настолько для меня трогательно было. Ничего себе, я подумал, миллион людей видит Юрий Горбачев с рыбами. То есть, конечно, комплимент. И ты не можешь сказать, что это Лубок только. Лубок – это невероятная сила на самом деле, потому что три миллиона производила скулы, только делали в свое время, как часть литературы. Вот, Горбачев, все-таки тебя слово Лубок зацепило. А ты так прореагировал-то легко, удар умеешь держать. В первой части я думаю, вот Горбачев съел, слово не сказал. А все-таки тебя зацепил. А что тебя зацепило? А что плохого в Лубке? А потому что некоторые люди очень называют, как на английском, superficial, Лубок как негативное что-то. На самом деле, я давно уже интернациональный художник с очень сильными русскими, одесско-украинскими корнями. Лубок – это вообще как энциклопедия, как Рутс на английском слове. Лубок точно так же, как любой другой жанр, может быть абсолютно бездарным, а может быть очень талантливым. Но для такого жанра, как Лубок, быть талантливым сложнее, чем сейчас страшную вещь скажу, чем для импрессионизма. Потому что здесь можно прикрыться тем, я так вижу. Вот я такой художник, я вообще не импрессионист, я экспрессионист. Или я вот это, понимаешь, там есть чем прикрыться. Лубок, он или попадает в человеческую душу, или это подделка, которая продается на базаре. Раз нет? Да, абсолютно точно. Так что я не думаю, что здесь есть что-то такое. Ну, комплимент для меня, Лубок никак меня не унижает, потому что это текстовая культура, там много смешанная. При моей импульсивности, конечно, я использую Лубок. И люблю его, я учился на нем. Как и Гагамян, как армянская яркая школа. Скажи мне, что это за история была с сестрой Майкла Джексона, которая у тебя еще работу чуть ли не вырвала, не отняла? Что-то, какие-то слухи ходили непонятные. Я думал, увидимся, обязательно тебя спрошу. Котель Плаза, все любят Пятый Эвеню, Котель Плаза, Барри Ландау. Говорит, завтра будет Майкл Джаксон, Латой Джаксон. Я закажу в Котель на вторую часть. Говорю, камеру, камеру, камеру. Что-то, Латой, а Майкл Джаксон, все вертятся. Вдруг проходит 10 секунд. Она отрывается от своей экраны, там, журналисты. Она вдруг подходит ко мне с журналом Тайм. С журналом Тайм. И говорит, она говорит, can you sign for me? Я подумал, ну, и явно, думаю, мне повезло, потому что то, что она себя рекламирует, я еще попадаю в объект. Вдруг она открывает страницу. Я еще тогда не знал, что в журнале Тайм в отделе People была история, называлась Азар Горбачев. И на самом деле, я смотрю, моя работа, африканская композиция, и я подписываю ее с удовольствием. Я подумал, какое важное. И тогда это тоже было для меня неожиданностью. Но они купили тогда три моих работы. Это, может быть, чуть ли не первые, наверное, первые коллекционеры. Майкл Джаксон, Латой Джаксон, их семья. Сейчас они у Латой, я их знаю достаточно. Это три работы. Одна бегущая лошадь. Африканская тема, три-четыре животных и женщина. И такой зимний пейзаж. Я бы тебе не задал этот вопрос, если бы я не прочел это в журналах о тебе и газете. А ты просто скажешь, правда это неправда. Пишут, что твои работы стоят до полумиллиона долларов. Это правда? Не, не до полумиллиона. Есть работы на меня такие. Это обычная никакая не тайна коммерческая. Сейчас есть Google, можно изучать там цены. Но, естественно, это было интересно, когда моя работа не просто сколько стоит. Я даже не знал. Конечно, художник, который даже говорит, что это 2 миллиона или там 700 тысяч. Я не думаю, что он даже получает треть. Потому что это галерея, еще бывают дилеры, еще бывают накручивают цены. Это механизм. Художник сам, он готов продать работу, которая 30 тысяч, он может даже за 5 там продать. Но на самом деле рынок, ты не можешь прыгать. Работы, мои работы такие, как, например, Святой Георгий. И в Святой Георгий находится коронный пассаж в Праге. 25 тысяч. Каждый день приходят люди и видят Юрий Горбачев. Такой Святой Георгий и 2,5 на 3 метра. Это тоже 3 комплимента для меня. Вот она, например, была оценена на 260 тысяч. Потому что галерея, видимо, получила эти деньги. Я не буду говорить, сколько мне заплатили. Но платить стало, конечно, это, ну, я не знаю, как бы, например, может быть, на CNN, там, например, ты 5 подряд, 5 программ идет только персональный, творительский. Ну, давай так. Ты востребованный, модный, ничего плохого опять в этом слове нет, и дорогой художник. Ты дорогой художник. Купить твои работы надо быть обеспеченным человеком. У меня к тебе следующий вопрос. Ты человек очень обеспеченный, мягко говоря. У тебя есть дома в разных странах. Кстати, ты, по-моему, где-то я прочел, что ты в Одессе купил, да? В Одессе у меня очень коротко. Я люблю Одессу. Да? Одесса одна такая секунда. В Одессе я даже Ванецкого смотрел с тобой. Удивительно люблю его. Я с ним общаюсь. Он у меня был в мастерской, даже ночевал много раз. У тебя там мастерская, у тебя там жилет. И в Одессе говорят, я вас умоляю, Виктор, я вас умоляю, не делайте мне нервы. Да, да, да. И на этом самом, на Бали твой сосед, твой приятель Дольф Лунгрен, где у тебя тоже дом. Ну, все про тебя известно. Ты мне скажи такое. Ты ведь себе можешь уже позволить делать только то, что тебе хочется? Нет. Нет? Нет, все равно. Это та ниша, которую я занял. Ну, конечно, опять, мы уже говорили там слово деньги. Это компенсация, естественно. Но у меня три сына. Я всегда в шутку говорю. Они тянут ручонки, папа, дай, дай. И когда звонит мне младший сын, говорит, папа, я видел твою работу в журнале Роллингстон или в журнале Тайм. Я думаю, а-а-а, это 7 тысяч он, значит, ждет. Ну, то есть я даже по комплименту, который, я как еврейская мама, я помогаю детям. Я думаю, что... Я так люблю своих деток. Хочешь я дам рецепт? Я люблю им безумно. Ты можешь сказать рецепт? Ты можешь сказать так, что я последние 30 лет, я кормил вас. Теперь следующие 30 лет, вы кормите меня. Слушай, даже... Попроси у них материальной помощи. Точно, точно, я должен это сделать. Они все равно нуждаются. Они под прикрытием, они под любовью. Конечно, они меня любят. Ну, Одесса, в Одессе они родились, три сына. Я иду, они... Мы идем, когда их выше меня на голову, втроем, и такое впечатление, что земля дрожит. Конечно, я им помогаю. Моей маме до сих пор помогаю, очень многим. Потом мы все время, например, я делаю... Ну, и сам ты пижон. Ты же пижон? Совсем нет. Но пижон, пижон. Но пижон, пижон. Виктор, смотри, я живу в квартире у парка центрального, а моя арт-студия Челси. Очень модный район, архитектура. Это вьюн, очень нравится. И я иду, и мне иногда местные американцы... Я люблю, на самом деле, их. Они настолько, ват, открыты, дверь не закрывает, там соседка. Они спрашивают соседей, которые не знают, или прохожие. Они говорят, а ю полис офицер? Ват, я такой иду, как в юниформу. Они дают полис офицера. Я говорю, как? Какой я полис офицер? У меня же акцент. Они совершенно забываются, потому что видят такой большой, иду. И может какая-то или доброта, или теплота. Полисуха. Не, ну у вас еще стиль одежды. У тебя Шемякин тоже можно за полицейского принять. Такой полувоенный стиль. Ты тоже любишь такой стиль? Ну, наверное, такие куртки, погоны, как бы, неудобно. Я не очень люблю яркие цвета. У меня в основном... А я не знаю почему, это же сублимация, Юра. Вот ты сказал, начало черный цвет. Ты же не используешь черный цвет в своих работах. Тебе его в жизни не хватает. Я не знал об этом. Поэтому ты пришел в черном пиджаке. Я не знал. Лет 7 назад Кари Голберг, Нью-Йорк Таймс. Она написала там бла-бла-бла, хорошая очень композиция, цветовые. И потом она говорит, Горбачев не использует черный цвет. И потом пошло-пошло в Таллине года два назад выставка. Таксист говорит, я вас знаю. У вас... Подпишите мне, пожалуйста, там какую-то... Дал мне какую-то открытку, не пойму, что нарисовано. И говорит, что вы не используете черный цвет. А у меня был только черный фломастер. Я его подписал на самое смешное, что даже он таксист знал. Ну, конечно, это комплимент для меня. Но 3 часа сплю 4, а не больше. Скажи мне, ты упомянул Эстонию. Я знаю, что у тебя там не так давно триумфально прошла выставка. Что тебя там просто на руках носили. Это так? Я скажу совершенно точно. Потому что это у дельной веса все, что я сделал в Эстонии последние 5 лет. Это Милис Кубиц. Это гений не то, что маркетинга. Его поддержка. Потому что мидия, вся пресса, все телевидение. И Ольга Любаскина такая галерист. Которая безумно влюбилась не просто в меня, она увидела в Праге выставку. И 5 лет искала там через моего друга Виктора Маркова. Она нашла. И в результате выставка прошла, которая в Питере. 45 тысяч зрителей. Это рекорд абсолютный. В лавре Александра Невского, Государственном музее скульптуры. Я никогда не думал, когда в лавре. Мне было 15-12 лет. Там Чайковский. Ну, известнейшие люди. Там классика русская, там мировые. И вдруг моя выставка в особняке на Невском проспекте перед лаврой. Это огромный такой особняк, два этажа. Моя будет персональная выставка. 112 работ. Но стало результатом по самым главным. Посетило 45 тысяч людей, детей. Не включая профессиональных художников. Потому что они летом. Я не думал 40 лет. А в Таллине? А в Таллине вообще была выставка. Продались все работы. Тоже никогда не думал. Я видел Таллинн. Я вижу американские армии. Там, например, ко мне фасол пришел на открытие. Открытие сделал. Я не звал даже, не знал. Но мне было приятно. Потому что я сразу книгу подписал. И он искренне рассказал о моем стиле. О том, что как любят в Америке меня. И в Таллине. В результате, смотрю, 7 работ нет на открытие. В том, в 8, 9. 43 работы продали все. Ну, конечно, я не говорю, чтобы зависть какая-то была. Я люблю все. Правильно говорят пропаганда. Плохо живут в Эстонии. Скупили все работы Горбачева. Вот это для меня загадка. Очень плохо. Потом, эстонские же эстонцы. О них очень интересная культура. В смысле, я не буду расшифровывать. Так долго говорит пласт затрагивает. Но у них искусство совершенно другое. Оно сдержано. Там не столько цвета. Композитор скупая. Мне всегда была загадка, почему уже на протяжении 5 лет, и особенно последняя в том году выставка, такая была удивительно результативная. Конечно, для меня это огромное притяжение. Может быть. Потому что по линии мам у меня есть на самом деле дед. Он с Нарвы. Ну что тебе сказать, Юра? Это последняя часть нашей программы, поэтому сейчас можно начать гонять тебя по буфету. А то хватит тебя уже словословить и так далее, и так далее. Проукционный вопрос номер один. Сколько лет ты уже пашешь эту Ниву? Нет, успешно. Замечательно. Все краски, кроме черной, плюс жизнерадостная эмаль, плюс великое... Все, ты нашел. Ты в порядке. Или, как сейчас говорит подрастающее поколение, или уже подрастающее поколение, ты в шоколаде. Все замечательно. Ты очень талантливый, без дураков художник. Я не верю, что тебе не приходит в голову не попробовать что-то другое. Чисто... Подожди. Чисто масло, чисто акварель, театральная живопись. Но сколько можно? Ты здесь уже всем все доказал. Ты уже заработал кучу денег. Неужели тебя не тянет просто к мольберту или, скажем, к декорации? Я не верю в это. Ну, естественно. И потом бабушка моя говорила, она говорит, век живи, век учись, дураком умрешь. А где же это все? Я думаю, что каждый день я... Я когда делаю работы, у меня должно быть позитивное настроение. Смотри, не идет, рука не поднимается, мне не хочется, это мука на самом деле. Но я ищу эти моменты, это такое на самом деле состояние, потому что когда мне потом плохо может быть, я вешаю, я работаю ночью, просыпаюсь в 5 утра, я вешаю работу перед собой, доделываю ее. И многие работают 91-го года. Я все время в процессе, они и друзья мои, вещи, и время. Еще у меня есть такая поговорка, я всегда говорю, что в этой жизни, я люблю повторять, никогда ничего не бывает потом. Мы живем набело. Каждая одна секунда имеет смысл значения. Я как бы закрепаюсь, мне хватает времени. И поэтому я думаю, нет, я же не знаю. И ты не знаешь. Я даже иду на эту передачу, я посмотрел первое сразу письмо, что нужно, может быть, фотографии работ. И я сначала подумал, мне много можно сказать, но фотографии, какие-то периоды жизни, как все это происходило, я сразу понял, насколько нужно четко уложиться и показать. А за этим стоит 30, бывает, из 30 часов, я сплю, 2 часа, бывает, меньше. Но на самом деле каждая линия, она не останавливается. Я думаю, мои поездки в Бали, в Бразилию. Я когда в Бали первый раз выставку делал, «Балинийское искусство» это целая отдельная тема, как отдельная передача, я не понимал. Я делал сначала, потому что директор музея предложил там 2-3 работы, а потом, да, реально приехал, я понял, что это совершенно такой пласт, когда люди танцуют или линия не останавливается. И переходит позже потом в мою уже трансформацию. Потому что, когда мы говорили «Лубок» и «Декоративность», все как будто бы кажется так флаши, как будто на поверхности. На самом деле это, я сознательно делаю ощущение, как перегородчатой эмали, как бы радостью, потому что люди одиноки на самом деле сегодня. Им нужно общение. И они все равно, еще работа небольшого размера, affordable, они могут купить Юрию Горбачеву маленькую работку, и приходя ко мне на выставку, на открытии, они хотят еще другую купить. И вот эти люди, которые, допустим, есть, которые меня любят, есть, которые, может быть, не нравятся, может быть, не нравится вообще, что я делаю, но есть более миллиона, которые искренне любят. И, конечно, ради них, если я прожил еще пять жизней, мне не хватило бы времени. Потому что они одинокие, их очень много. Но я работаю как медицина. И поэтому, то, что я сказал, что каждая секунда имеет смысл, значение, поэтому всем зрителям, которые смотрят твою передачу, уникальны. Потому что, на самом деле, ты, как лучше, что есть Ларри Кин и Штерн соединить, то будет Виктор Топалер. Это сознательный комплимент. Это так, потому что я здесь сижу, я вижу, что время сошлось. Так все провокационные вопросы, которые я приготовил, тут же разобьем. Да, я вам сказал, что ты убил сразу. Играя только каждая секунда, потому что каждый момент жизни, и поэтому я всем зрителям, всем зрителям, которые смотрят эту передачу, я пожелаю, что у них во времени, именно время, основная категория, чтобы во времени, как можно быстрее, сбывалась их задуманная. Ну, ты ушел от ответа. Я тебе, конечно, очень благодарен за такие сравнения, но, извини, не получится сбросить вопрос. Давай. Ты ушел от ответа. Все, что ты говоришь, это не означает, что ты не можешь себе позволить попробовать написать картину маслом. Все это не означает, что ты должен, наконец, согласиться оформить балет Эйфмана, я знаю, что он тебе это предлагал. Тем более, что Эйфман великолепный, это абсолютно твоя стилистика. Ты то ли не хочешь говорить правду, то ли ты сознательно занимаешься самообманом. По какой-то причине ты этого не делаешь. Я хочу понять, по какой. Если ты не отвечаешь себе, может, ты мне ответишь. Я думаю, что я буду делать обязательно. Пять лет назад, когда Эйфмана я люблю, мне кажется, он очень любит мои работы, во всяком случае, он каждый раз посещает Нью-Йорк, он обязательно, и даже в Питере, когда был музей Петропавловской крепости вручение, он организовал эту встречу, вручение Петру Первой, музею. Здесь он всегда, я с ним общаюсь, и он мне много еще лет назад сказал, Юрий, он мне сказал, я подумал, это не может быть такое, я буду заниматься балетом, и он мне предложил что-нибудь интересное, что может быть вообще в мире американцам будет интересно. Что ты думаешь, я как хореограф, я подумал, я подумал, что это же задача, которая может быть неисполнима для меня, и вдруг я возвращаюсь в Одессу, Ковтун реально предложил мне весна священная и жар птица. Я начал серьезно смотреть Диагерев, русские балеты, и я понял, что это я, что моя птица, жар птица, хвост, и я понял, что я должен делать, я обязательно, это, конечно, мое на самом деле. Но ты ведь не сделал. Я не сделал, но это последний его везде был месяц назад. У меня впереди год-два. Ты сделал все, чтобы эту ситуацию подвесить. Все я про тебя знаю. Да, да, конечно, мы вернемся к этому разговору, это очень важно. Точно так же, как, ну, хорошо. Точно так же. И еще я делаю, например, у меня холст, масло, я подписываю свои работы, там, ржар птица или тигр прыгающий, и там лошади. Оил, кемиса, голд, бронз материал, там, микс-мидия. Это реальное масло и так далее. Но я потом не начал пробовать, я делаю сейчас работы, которые, конечно, которые совершенно на полном подсознании. И, конечно, они будут. Это мои как эскизы, но они увеличены до толстых слоев. У меня как три-дименшинал, объемные. Ну, конечно, мои работы, все, что я делал доселе, они привлекают внимание. Это новые работы, я не сомневаюсь, я их делаю. Не может художник прям сразу показывать, ходить, смотрите, смотрите, но их увидят. И в Нью-Йорке, возможно, весной увидят. Я так не зублю. Ты, кстати, сказал тигр. По-моему, тигр у Сталлона, да, твой? Да. Прыгающий тигр. У меня есть варианты прыгающий тигр, так идущий вперед, такой идет. Скажи мне, а в русских коллекциях, у частных коллекционеров ты тоже присутствуешь? Очень много. Или в основном у западных знаменитостей? Очень много. Последние пять лет, это я уже повторяю слово седьмой раз, комплимент. Для меня самый большой комплимент работа в русском музее, когда я никогда не думал, моя работа, она висела долго у меня на выставках в Московском здесь современного искусства. Она была представлена в 2003 году. Потом вот этот музей городской скульптуры государственной. И сотрудники, там Петров, там пришли сотрудники, они и выбрали эту работу. И я думал, что это шутка. Любанский на мне говорит, Юрий, твоя работа будет в русском музее. Я вот это действительно... Но к этому времени... Больше чем... Это было недавно, это было 4 года назад. Но к этому времени твои работы были уже и в Лувре, и в Эмитаже. Конечно, но для меня русский музей, потому что русский музей самую большую... Не потому что такое преклонение. Русский музей имеет самую большую в мире коллекцию русского искусства, включая передвижников, всего русского искусства. Более 5... Что-то полмиллиона или больше оригиналов, которые... Эмитаж больше прикладной искусств. Как ты думаешь, для американцев, которые, извини, опять за некадемические слова... А коллекционер, я тоже... сносят твои работы. Ты остаешься русским художником или ты уже, в общем-то, на самом деле, американский Горбачев? Я думаю, что американцы покупают Юрия Горбачева позитив, как интернациональный художник с очень сильными украинскими русскими корнями. И мой даже акцент, они как подтверждение, они безошибочно знают, что я и есть Юрий Горбачев, художник, который знает о русских, о русской культуре. Я тебя перебил, ты о коллекционерах в России говорил. Я думаю, что коллекционеры в России... Конечно, я слушал передачи твоей, там, Зайцев, потом у тебя был Гельман. Интересное интервью. Но знаешь, я же тоже по интервью, я специально посмотрел ряд интервью, и я подумал, что на твоей передаче они в миллион раз искреннее, чем, например, я смотрю их первым каналом, когда они там снимаются. Что-то такое какое-то происходит, ты какой-то обладаешь силой, энергетикой, чем-то, что человек вдруг, он как на исповедении становится, удивительно. И я Гельман, и он мне показался, ну, я помню, где же так его, вот это неогалотелось, такая более агрессивность, он как будто бы его, как разоблачение некое прошло. Я не боюсь, что это со мной происходит. Да есть, с моей семьи. А ты не боишься, с тобой уже произошло? Нет. Что там бояться? Мои работы, для меня все равно, мои работы любят, я вижу этих своих людей, они мне посылают имейлы, иногда я думаю, что они сумасшедшие, там 30 какая-то работа есть коллекционеры. Я думаю, надо к врачу обратиться, например, к коллекционеру. Их любят, я не могу эту любовь скрыть. Юрочка, это для меня самое большое. я должен тебе сказать, что хочешь верь, хочешь не верь, наше время истекло. Традицию нашей передачи ты знаешь. Давай читай стихи. Я два маленьких, крошечных. Одно свое, но где чье, говорит одно Людмила Овсяникова московской протеста. Враги надежнее друзей. Они не покидают. Они нас из своих цепей порою вынимают, придавят грудь, примут бока с улыбкой и кривою и снова все те от греха опустят с головою. А друг стоит себе в тиши и говорит стихи пиши. Еще последнее. Сумасшедший старик приставал к прохожим, спрашивал всех. И вы тоже. Прохожих муились и молчали, словно потерянные искали. Сумасшедший старик подошел ко мне. Я ответил ему я не. Класс. Ну такое. Юр, я тебе очень благодарен, что выбрал время и пришел. Я тебе очень благодарен за то, что ты спокойно снес все провокации, которые я тебе попытался учинить. Я очень рад был тебя повидать. У нас есть традиционное пожелание, ты знаешь, как постоянный зритель нашей программы радости творчества. К тебе это относится в полном объеме, потому что ты своим творчеством, мы с этого начали, этим завершаем, несешь радость. И именно поэтому твои работы пользуются такой популярностью и любой, потому что ты несешь радость. Ты несешь, хочешь, назови, позитивизм, хочешь хорошее настроение, как угодно. А терминов суть не меняется. Ты действительно несешь людям радость, они хотят, чтобы эта радость была рядом с ними, чтобы можно было кинуть взгляд, и у тебя, в общем-то, какие-то появились положительные эмоции, которых нам всех не хватает. Поэтому радость и творчество тебе, которую ты передаешь людям. И знаешь, что я тебе еще хочу пожелать? Я очень хочу, чтобы ты реализовался в тех направлениях, которых ты просто обязан реализоваться. И я очень надеюсь, что в скором обозримом будущем мы пойдем на великолепный балет Тейфмана и увидим твое блистательное оформление. Я тебе желаю, чтобы ты оставался таким же открытым, радостным, щедрым и талантливым человеком. И чтобы дальше было только вперед, вперед и вверх. Ну, а самое последнее, что я тебе хочу пожелать, чтобы в следующий раз мы в этой студии встретились не через 15 лет, а чуть пораньше. Спасибо тебе большое. Дорогие друзья, наша сегодняшняя программа подошла к концу. Спасибо, что вы этот час были с нами. До встречи через неделю и будьте, пожалуйста, благополучны. Редактор субтитров А.Семкин субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Семкин Корректор А.Егорова